Всем привет и добро пожаловать на мой канал, я приглашаю вас в свое такое домашнее теплое видео и сегодняшний день я начинаю с завтрака, я съездила в кондитерскую, которая находится недалеко от нашей деревни и там вот продаю такие вкусняшки, также подаю на стол свежие ягоды, фрукты, потому что у нас к этому моменту уже пришла весна и начали продавать вкусняшки, ягоды, черешня конечно у нас еще не оригинальная, потому что не сезон ее привозят из Италии, из Испании но все остальное уже клубника, малина, все местное и очень вкусное еще раз повторюсь, как я рассказывала в одном из своих предыдущих видео, что можно просто поехать к ближайшему фермеру и все продукты купите там, все то что растет здесь неподалеку на полях, помидоры, огурцы, картошка, яблоки это все можно купить у фермера, даже молочные продукты и они сами делают йогурт, также можно покупать яйца кстати яйца швейцарские, просто не сравнишь ни с какими другими, они очень яркого желтого цвета и очень вкусные особенно это чувствуется, когда делаешь яичницу глазунью и конечно же кофе, куда без него, самый любимый напиток, особенно по утрам и вот в последнее время добавляем в кофе такую соленую карамель, это даже не сироп, а больше как соус, такой топпинг его можно также на мороженое поливать, но мы покупаем именно в кофе, потому что раньше покупали такой латы в старбакс и вот вкус просто один к одному, и так как у нас конец месяца, после завтрака я приступаю к разбору всех счетов которые к нам приходят, куча бумаг, хотя сейчас очень много фирм и агентств и страховки переходят на онлайн режим если вы хотите и дальше получать, например, счета в бумажном виде, то нужно доплачивать какой-то сбор немного, конечно, там 1-2 евро, но тем не менее, что-то делают для окружающего мира поэтому многие переходят на дигитальный вариант, мы тоже так перешли, уже много счетов получаем именно по почте или просто как Эбил счет, сейчас есть такое, привязываешь к банку конец весны и начало лета, это для нас значит, что пришло время налогов присылают годовой налог, приличная сумма, которую должны оплатить либо швейцарцы, либо те иностранцы которые проживают на территории Швейцарии больше 5 лет и получили уже проживание типа С эта сумма не за человека, а за семью, то есть если вы муж и жена, вам придет общий счет за двоих это говорит о том, что налоги у вас не стягиваются с зарплатой ежемесячно, как у других, а вы получаете, можно сказать, брутом ездили в русский магазин и вот такая вот ностальгия, купили шоколад, который я ела в детстве но, к сожалению, он мне таким же вкусным уже не кажется, как раньше белый пористый шоколад, кстати, в Европе вообще, в принципе, пористый шоколад очень сложно найти в Швейцарии я один раз нашла такой шоколад, а так вот просто на пористый не продают тем более белый, такого вообще нет вот так, когда-то мне казалось так вкусно а еще хочу вот посоветовать, покупайте всегда золотое киви или желтое киви не обычное зеленое, а вот такое, ну это просто космос вкусовые качества невозможно сравнить с обычным киви и с этим вот я раньше даже и не знала, что бывает желтое киви, я его случайно купила он просто медовый, такой вкусный с недавних пор обожаю вот так вот запекать шампиньоны просто соль, перец и сейчас вот буквально полью 2 капли оливкового масла и в духовку на 15 минут очень вкусно, намного вкуснее, чем если их обжаривать или тушить на сковороде и супер быстро, и просто целыми засунула, оставила на 15 минут и достала само все приготовилось вот только рекомендовать могу такую вкуснятину сегодня по плану лосось у меня 2 замороженных разморозила только что и кусочек свежего, просто подумала, что нам на двоих не хватит этого кусочка поэтому будет добавка, если что останется на завтра и конечно же с соусом терияки, просто обожаю, самое любимое и сделаю салат купила рукаву, очень дешево сейчас продается айсберг салат у меня тут воспитание кошки даже не заметила, когда она села на голову вот если ей что-то не нравится, значит все сейчас закрыта дверь в ту комнату она хочет зайти, и она орет как бешеная раньше такого никогда не было царапать или орать, а с недавних пор она просто не дает нам спать по утрам утро начинается с криков, кошачьих мяуканье непонятное поэтому пришло время ее воспитывать что такое? хочешь зайти, да? ага, и смотрит же на дверь откройте дверь ага, прямо сейчас взяла и открыла нет, теперь будем учиться слушаться сказали нет, значит нет сегодня впервые взяла на пробу хумус со вкусом лимона просто бомба почему я раньше не пробовала наверное, однажды я купила со вкусом паприки или чили и вкус этого другого ингредиента был настолько сильным что я даже вкусы хумуса не чувствовала а здесь вот прям это нотка лимона консистенция, это даже не нотка кислинки а там такие кусочки цедры так что тоже рекомендую к пробе если увидите вдруг что такое? жалуешься ходишь? все не нравится, да? не нравится, когда не по-твоему самый обычный и самый вкусный салат просто, ну вкуснее не придумаешь и заправку каждый раз делаешь разную всегда вкусно там готовятся мои шампиньончики времени осталось немного пользуюсь возможностью пока в духовке стоят мои шампиньончики высыпала кунжутные семечки и на пару минуточек в духовку вкус будет обалденный все это на лосось терияки сверху посыпать это просто вау очень уж захотелось вот и шампиньоны приготовились да-да-да-да шампиньончики ну блин, прям все пищит в один момент да-да, и чайник закипел меня сегодня пробило на такой полезный чаек отрезала кусочек апельсина два кусочка лимона просто чтобы было в холодильнике импровизировала и имбирь если что, может быть еще по вкусу добавлю мед кстати, у меня, конечно же, есть чайник нормальный но, блин, я так полюбила вот этот вот измеритель не знаю, как он называется он из стекла в икее накрою, наверное, сейчас это еще маленьким блюдечком теперь пусть стоит и ждет своего часа вот так вот очень аппетитно выглядят шампиньоны после всего лишь 15 минут в духовке при 200 градусах я выпекала и, заметьте, они уменьшаются в размере ну, и выделяется сок руккола у меня, как всегда, живет отдельной жизнью только в моей тарелке потому что, ну, ее кроме меня больше никто не ест положила грибочки в тарелку и уже так привлекательно выглядит лосось жарится всегда отставляю сковороду в сторону и переворачиваю, когда все успокоилось чтоб не заляпать всю печку накрываю крышкой и обжариваю вторую сторону вот такой вот быстрый, простой и очень вкусный вариант ужина получился лосось с соусом торияки запеченные шампиньоны хумус, который я вам показала и посыпаю все семечками кунжута а теперь хочу пригласить вас провести время со мной и моими подругами мы собираемся в один симпатичный швейцарский городок просто погулять, шопингом заняться пообедать и просто провести время вместе и я покажу вам, как мы провели этот день здесь будут две мои подружки они не говорят по-русски поэтому я подпишу, может быть, какие-то интересные моменты кстати, в этот город я изначально собиралась поехать в знаменитое агентство BestSmile там, где выравнивают зубы, ставят корректуры на зубы я думаю, такое есть в каждой стране в Германии называется DrSmile здесь BestSmile знаю, что в России тоже что-то подобное есть и сейчас покажу, как это выглядит изнутри потому что у меня в этот день был термин мне пришлось прийти сначала они дали мне из-за короны продезинфицировать рот перекисью водорода на удивление, все настолько современно я даже анкету заполняла в айпаде может быть, это из-за короны, потому что бесконтактно вся техника у них Apple но как таковых врачей там нет все делается как-то более как какая-то агентура для меня это не совсем профессиональный подход поэтому лучше пойти к зубному врачу это все делать более долго и дороже но на профессиональном уровне ну а мы продолжаем нашу прогулку и я напоминаю, не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал красивенько здесь девочки, все рады? красиво красиво с анклоисом да джин тоника и джин тоника Потом мы, конечно же, нашли место, где можно покушать после короны. Это прям вау, потому что год рестораны были закрыты. И это прям первая такая вылазка после этого года с подругами. И пойти куда-то покушать, поэтому мы наслаждались этим прям. Хотя погода была не очень ветрено, дождливо. Мы думали, вот-вот сейчас пойдет дождь, довольно прохладно. Но после такой долгой паузы просто наслаждаешься каждой минуткой. Кстати, мы всегда, когда отмечаем или ходим куда-то с друзьями, договариваемся, кто будет за рулем, кто не пьет. Поэтому сегодня очередь Тимея. И поэтому у нее безалкогольный коктейль. Но, кстати, самый красивый. Мы заказали с Андреа обалденные вегетарианские бургеры с бататом или сладкой картошкой. А у Тиме спаржевый суп и флам-кухен. Кофеек принесли с господсовым печеньем. Я думаю, что это только мои думки, но я думаю, что их не будет. Смотрите. Идти за коронавирусы, чтобы сохранялась дистанция, закрыли две раковины таким вот образом, чтобы только один человек мог подойти, помыть руки в туалете. А здесь рядом никто не стоял, чтобы соблюдалась дистанция. Странно, да? Поехали. распространена Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok